здравствуйте сегодня мы с вами поговорим об актероидах тема которая не входит в обязательную программу по микробиологии дорогие друзья современный способ изучения микробиологии это наш видео канал популярная микробиология и зож подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео неспорообразующие анаэробы это обширная группа облигатных анаэробов исключая возбудители газовой гангрены столбняка и ботулизма неспорообразующие анаэробы это бактероиды фузобактерии то есть составная часть нормальной микрофлоры нашего организма эти микробы обитают на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и моче половых путей если снижается уровень кислорода и окислительно восстановительный потенциал в тканях то неспорообразующие анаэробы вызывают гнойно-воспалительное заболевание самой различной этиологии бактероиды чаще поражают кишечник и моче половые пути чаще это эндогенные инфекции и они связаны с повреждением слизистых оболочек моноинфекцию вызывают бактероиды фрагелис а остальные бактероиды встречаются в ассоциациях между собой основной метод лабораторной диагностики это бактериологический метод со строго анаэробными условиями культивирования а экспресс индикация проводится самым современным методом это газа жидкостная хроматография для выявления микробных метаболитов летучих жирных кислот ароматических производных например фенола или эндола характеристика бактероидов бактероиды это анаэробы не образующие спор место обитания нижний отдел толстого кишечника их можно обнаружить при аппендиците абсцессе легкого при сепсисе при эндокардите морфология грамм отрицательные анаэробы закругленными концами расположение парами или цепочками капсула может быть ферментирует глюкозу имеется 22 вида бактероиды фрагелис бактероиды меланогеникус чувствительность к эритромицину но резистентность к пенициллину к аномицину и к неомицину культивирование строго анаэробных условиях на кровяных средах культивирование бактероидов меланогеникус производится при 24 градусах цельсия ph 8,5 и через 48 часов вырастают темно-коричневые колонии с флуоресцирующим пигментом разберем на примере ситуационных задач что такое бактероиды больной поступил в хирургическое отделение по поводу проникающего ранения брюшной полости на вторые сутки после операции развелись симптомы перитонита для установления диагноза проведена микроскопия мазка обнаружены грамма отрицательной палочки и произведены посевы на среду эндо для обнаружения шерихии поли на желточно-солевой агар и на мясо-пептонный агар итак в микропрепарате обнаружены грамма отрицательной палочки а на питательных средах микробы не выросли грамотный специалист учитывает наличие клиники характерной для инфекции вызванной бактероидами и проводит повторное бактериологическое исследование в данном случае в анаэробных условиях делается посев на специальную питательную среду источником питательных веществ в ней являются пептоны глюкоза дрожжевой экстракт и имеются факторы роста культивирование осуществляется в анаэробных условиях и вот на чашках с кровяным агаром возбудитель как при идентификации окаживается что это бактероиды с фрагелис образует круглая слегка выпуклая полупрозрачная колония диаметром 1 3 миллиметра колонии имеют внутреннюю структуру с концентрическими кольцами отдельные штаммы в областях сливного роста обладают бета гемолитическими свойствами и так ключевыми признаками бактерии группы бактероиды с фрагелис является способность расти в присутствии 20 процентного содержания желчных солей и резистентность канамицин для дальнейшей идентификации используются биохимические признаки следующая ситуационная задача при микроскопии гноя из абсцесса грудной полости обнаружены граммоотрицательные полиморфные палочки при посеве гноя на питательные среды эндо и мясопептонный агар роста не было о каких микробах можно подумать и какие исследования нужно провести нужно подумать о бактероидах именно бактероиды причина гнойно воспалительных заболеваний чаще всего бактероиды с фрагелис и бактероиды с меланогеникус необходимо создать анаэробное условие приготовить специальное питательные следы бактероиды очень прихотливы например бактероиды с фрагелис растет медленно 7 суток необходимо добавить свежую кровь или сыворотку это ускорит их рост а вот чтобы вырастить бактероиды с меланогеникус потребуется кровь гемин и витамин к благодарю за внимание